Девять десятилетий назад в свет вышел первый номер ханкайского ударника. Позже газета была переименована в Знамя Октября. С 1962 года по настоящее время она носит название «Приморские зори». Сменялась власть в стране, крае и районе. Претерпевала изменения технология газетной печати. Но газета продолжала быть рупором идей и летописцем ханкайского района. Во все времена газета рассказывала о том, что происходит в районе, какие проблемы волнуют его жителей. Главные герои публикации – люди, живущие на ханкайской земле. Это люди талантливые, трудящиеся, энергичные, неравнодушные, деятельные, поющие и танцующие. И, конечно, любящие свою малую родину. Пишет газета не только о людях, но и для людей. Для тех, кто безлюбимой районки уже не представляет своей жизни. Многие выписывают газету целыми поколениями, бережно храня в своих семейных архивах публикации о своих родных и близких. Много лет выписываю газеты «Приморские зори». Мне газета очень нравится. Люблю ее читать, особенно когда пишут про наше село. Все сотрудники газеты молодцы. От всей души поздравляю работников газеты «Приморские зори» с наступающим юбилеем и желаю творческих успехов. Все это было бы немыслимо без тех людей, кто газету делает и делал. Сколько сотрудников за почти вековую историю газеты трудились в издании на благо читателей и не сосчитать. Многие из них еще застали времена, когда газета опечаталась в местной типографии. Фотоаппараты были пленочными, а настоящих рукописных писем в редакцию приходило по несколько в день. Перед тем, как газета перешла на цифровой формат, процесс был более трудоемкий. Здесь журналисты, точно так же, как и сейчас, встречались с людьми, писали тексты. Процесс очень походил на нынешний, тогда было два коллектива. Они, конечно, были очень взаимосвязанные, взаимозавязанные, можно даже так выразиться. Сама газета выполнялась, заказ выполнялся в типографии. В типографии был такой человек, который назывался Ленотипист. То есть это была огромная машина, которая каждую строчку отливала из специального металла. Этот металл в этой машине, там специальное приспособление, конечно, все это было. Ленотипистками работали женщины. Поновала их в строчки, и вот машина отливала уже строчки специальные. Назывался Митранпаж. Формировала эту газету, то есть каждую строчку, набирала заголовок, ставила точно она по макету, все выполняла. Текст, как пойдет, где будет заголовок, как заголовок будет стоять, две строки, в три строки, в одну строку. Выполнив все это, она делала оттиск. Корректор, который работал в редакции, он вычитывал. Вычитывалась газета на три раза. Первый раз читается, потом второй раз читает редактор, и третий раз уже на чистовик просматривается газета, чтобы не было ошибок. Печатники забирают металлические, они в специальных рамах были, ставят в печатную машину, и уже выходила газета. И еще такой момент. У нас в штате редакции была курьер-уборщица. Эту газету вручную, она пересчитывала количество экземпляров и складывала пачки по 50 штук. Тираж этот доставляла на почту. Ну, слава богу, почта у нас была рядом. И когда была машина, значит, на машине. Но, если не было машины, могла на обыкновенной тележке, на которой мы сейчас в огороде там навоз перевозим, могла на такой тележке. Или, если это было, когда еще все сотрудники на месте, ну, брали по несколько там, сколько этих пачек газеты от населения, и очень помогли. Вот такой был процесс. За 90 лет районка сильно изменилась внешне. С годами поменялось и ее содержание, и тематика. Но современная газета основывается на славных традициях, заложенных предшественниками. Практически ровесник газеты, почетный гражданин Ханкайского района Николай Павлович Нахаев возглавлял редакцию с 1975 по 1991 годы. Сам много писал о тружениках села. Является автором и составителем книг о ханкайцах, прославивших родной район. Вера Васильевна Максимова начинала работать в редакции в 1973 году в должности фотокорреспондента. В 1991 году была назначена главным редактором. Нынешние сотрудники редакции, которым довелось работать при Вере Васильевне, до сих пор с теплом вспоминают времена, когда она руководила редакцией. С 2007 по 2021 годы редакцию возглавляла Ольга Анатольевна Смородина, которая привнесла в газету много современных и живых идей. Многие популярны у читателей рубрики «Ее личная придумка». Современный коллектив редакции – это энергичные и творческие люди, которые вкладывают в работу всю свою душу, всю энергию. Они информируют ханкайцев о том, что происходит в районе, пишут на злободневные темы, принимают участие в районных мероприятиях и, конечно же, отдыхают. Если каждого из них спросить, что для него редакция, то это… Для меня редакция газеты «Приморские зори» – это моя маленькая семья. Это моя маленькая родина. Бесконечное движение. Реализация моего таланта, моих знаний. Работа на свежем воздухе. Развитие и приобретение нового. Редакция – это, во-первых, общение с нашими любимыми подписчиками, клиентами и людьми. Это мое настоящее. Возможность профессионального и личностного роста. Неистекаемый источник знаний. Главное – учитель и наставник. Мы работаем для вас!